Сегодня вопрос дня звучит так. Следует ли запретить в России показ фильма «Невинность мусульман», вызвавшего антиамериканские выступления по всему миру? Мне кажется, да. В разных национальностях есть разные люди, есть хорошие, есть плохие. Зачем обижать мусульман? Да, если это какими-то способами, возможно, не закрывая весь Ютуб. Нет, не следует. Потому что ерунда все. Кому надо, тот сам решит. Конечно, запретить. Впечатление, что это непрофессиональная работа какая-то, специально создана для того, чтобы как-то дискредитировать, наверное, либо мусульман, либо христиан, уж я не знаю кого, но такое впечатление, что это сделано специально для разжигания. Вообще, лично я считаю, что в исламе нет абсолютно ничего плохого. И то, что делается под зеленым знаменем джихада, и это все вообще неправильно, потому что на самом деле в Коране другие вещи написаны, я читала ради интереса. Я думаю, что можно показать, чтобы люди смотрели, понимаешь, и взвешивали, кто где положительный, понимаешь, где отрицательный. Если критика есть со стороны прессы, мы должны знать, что они критикуют. Когда ты отрицательный посмотришь и положительный, сделаешь какой-то вывод, это лучше, чем что-то вот так вот не знать и критиковать. Люди же, они не дураки, поймут, что хотели этим донести в фильме. Главное, чтобы не показывать детям жестокость его, то все, либо это показывают поздно ночью, если там есть такие жесткие моменты. Я его не видела, но я против него. Во-первых, потому что нельзя трогать чужую веру. У каждого своя вера, понимаете? А чужую веру так трогать нельзя, ну, по-своему трактовать. У нас и так как бы националистические настроения слишком развиты. Религиозные отношения – это мнение каждого человека свое. То есть мусульмане тоже имеют право на свою веру. Я считаю, вы знаете, что у каждого своя религия, и каждый верит в то, что он верит. И поручить вот это вот ни Иисуса, ни Магомета, никого, у каждого своя веру. Я считаю, что каждый верит в то, что он верит.